К нашему эфиру присоединяется военный эксперт Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте. Приветствуем вас. Мы вместе сейчас посмотрели, как хорошо прогремело. Завораживающее зрелище. Тем не менее, каким образом оккупанты вообще знают, какая конкретно техника по ним работает? Хаймерсы это, либо другого рода вооружение? Дело в том, что у нас ассортимент очень ограниченный, поэтому они все списывают на Хаймерс. Хотя у нас уже есть аналоги этой реактивной системы залпового огня, но им, видимо, так удобнее. В принципе, по большому счету, для нас какая разница? Боятся Хаймерсов, значит, будем пропагандировать Хаймерсы. Да, пожалуйста, какая разница, что их конкретно уничтожает. Согласен всецело. Насколько сейчас Хаймерсы и другая техника изменили картину на поле боя? Ну, сейчас инициатива в наших руках, и мы навязываем характер ведения боевых действий. И то, что у нас появилась такая возможность громить два основных, ну, будем так, две опоры. Основные боевых действий — это логистику и систему военного управления. Тем самым мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае. И в ближайшие дни он начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на наши позиции. То есть будет потихоньку наступать боеприпасный голод. В иностранных СМИ, в некоторых изданиях, сейчас массово разгоняется такая тема, что, очевидно, от страха Хаймерс пугает действительно, что украинские военные не умеют обращаться с этим оружием, что поставки этого оружия — это может быть и ошибка. Вот скажите, пожалуйста, откуда могут расти ноги у подобных заявлений, и что на самом деле происходит с обучением украинских военных? — Ну, скажу так. Я, кстати, когда была первая волна вот этого российского лоббизма, лоббизма российских интересов в Европе, я сразу сказал, что надо брать карандаш, лист бумаги и записывать фамилии всех, кто такие высказывания произносит. Почему? Потому что это, очевидно, тот самый список, который Христо Гроздев уже год не может никак опубликовать из 600 фамилий коррумпированных Российской Федерации европейских чиновников разного уровня. Потому что, ну, по-другому назвать нельзя. Если бы наши военные не умели обращаться с этими системами, то вряд ли бы мы попали хотя бы в одну цель из тех, которые мы поразили. А на сегодняшний день, по данным нашего генштаба, поражено более 30 целей с помощью реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Плюс наши военнослужащие, мы практически уже наладили вот этот поток, и, я так понимаю, он уже непрерывный в плане направления наших военнослужащих на обучение, возвращение их в Украину и получение уже здесь новой техники, на которой они учились воевать. Кстати, среди тех целей, которые были поражены необязательно с помощью реактивных систем залпового огня, это линии поставки вооружения оккупационным войскам. Насколько я понимаю, железнодорожные пути подорвали где-то или железнодорожный мост? Мост на железнодорожной ветке Мелитополь-Токмак. Это, кстати, очень значимый подрыв. Почему? Потому что в Токмаке там тоже был склад, и это основной склад снабжения запорожского направления, вот в направлении на Орехово. И мы не только партизаны подорвали, не только, вы абсолютно правы, то есть там еще где-то ходят наши партизаны, они взорвали мост, железнодорожного сообщения нет, а позавчера мы накрыли склад в Токмаке. То есть там тоже довольно серьезные потери в плане именно обеспечения боеприпасами. Вот скажите, пожалуйста, можно ли дать какую-то сейчас оценку? Я понимаю, что мы не посчитаем все до каждой единицы, но чтобы понять, вот за последние дни мы видели работу Хаймерса, мы понимаем, что взрываются запасы оккупантов. А насколько серьезно мы уже им попортили настроение, нервы и то, что у них было в резерве? Ну, я вам скажу, знаете, показательным есть то, что прошла неделя, и российское наступление буксует даже на Донбассе. То есть они не смогли сохранить темп наступления, и тот напор, который был, допустим, при штурме Северодонецка, об этом вообще пока не идет речи. И они неделю топчутся на месте. Да, есть отдельные штурмовые действия по нашим позициям, но это больше похоже на разведку боем. Сейчас, я думаю, что очень сильно застопорится и запорожское направление, хотя еще неделю назад, помните, Анна Малер говорила о том, что в Генеральном штабе разведка рассматривает вариант начала наступления на Запорожье. Сейчас об этом говорить уже, я думаю, не стоит. И на Херсонском направлении тоже мы нанесли, там еще и систему военного управления постарались поломать и 22-й корпус, вы только что показывали сюжет, и 20-ю мотострелковую дивизию, 8-й общевойсковой армии, тоже все руководство дивизии погибло, высшее руководство дивизии. Так что вот это показатель, то, что они не могут развивать наступление, это показатель. Ситуацию прокомментировал террорист Игорь Стрелков-Гиркин, скандально известный, хорошо известный и нашим спецслужбам, и всем, наверное, украинцам, это бывший главарь так называемой ДНР. Так вот, он сказал, что все вот эти точные удары, которые украинские военные наносят по объектам инфраструктуры рашистов, объектам инфраструктуры оккупационных войск, они все связаны с тем, что просто это вооружение у оккупантов, оно было плохо замаскировано. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, тут маскировка вообще ни при чем. Дело в том, что Хаймерсу достаточно только координат места расположения, а уже маскировка и как оно расположено, это не имеет значения. Поэтому тут это просто отговорка, и точно такая же отговорка, что они сейчас там подняли волну, что С-300, С-400 не смогли сбить ни одной ракеты Хаймерс. Ну, путают в том, что путаница начинается именно с того момента, что мы пока еще не применяем ракет к Хаймерсу. К сожалению, нам их еще не передали. Это оперативно-тактические ракеты типа Атакмс с дальностью пуска до 300 километров. Пока что Хаймерс у нас стреляет снарядами, а для перехвата снарядов у России вообще нету никаких систем. Ну да, мы слышали уже разные версии, ложь на ложь из российских телеканалов о том, что на самом деле взорвали, как там оно было, то селитра, то еще что-то, это понятно. Ну и очевидно, еще и передадут привет своим же журналистам, которые снимают сюжеты активно около подобных... Да, на которых показывают перемещение техники и тип техники, которая перемещается. Это очень хорошо. Ну, то есть, можем сказать, что враг практически работает на нашу победу. Кстати, это уже не первый случай. Вспомните минометы в районе севера Донецка, 240-миллиметровые самоходные тюльпаны, которые мы тоже уничтожили благодаря сюжету российских пропагандистов. То есть, на данном этапе можно ли утверждать, что даже полностью Луганскую область оккупантам не удалось захватить? Да. Мы контролируем часть территории, да, очень маленькую, но мы ее контролируем в районе Белогоровки, кстати, Достославной. Вот там еще идут позиционные бои, там проходит линия нашей обороны, и они не вышли на границу. В этом участке они не вышли на административную границу Луганской области. Так, и здесь интересное заявление прозвучало, прокомментирую сейчас. Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил следующее. Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и имеем информацию о том, что в законодательном органе Российской Федерации и в правительстве, и в других структурах сейчас активно разрабатываются все вопросы, которые связаны с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российской Федерации в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября это единый день голосования, сказал Скибицкий. Как вы считаете, какие планы сейчас попытаются воплотить в жизни российские оккупанты на временно оккупированных территориях? Насколько реально все эти планы по аннексии этих территорий и так далее? К сожалению, это реальность, к величайшему сожалению. Дело в том, что Российская Федерация понимает, что на фронте успехов уже быть не может. И на сегодняшний день мы начинаем потихонечку выходить на паритетность огневого в огневом поражении противника за счет западных образцов. Поэтому, если вы обратили внимание, в этом месяце развернулась масштабная политическая борьба на политическом фронте против Украины. И лоббизм российских интересов, и продвижение различных идей вплоть до граничащих с здравым смыслом. Например, на 15 июля назначено экстренное заседание Государственной Думы России, где один из вариантов может быть рассмотрен, это оглашение воссоздания союза трехславянских государств. Что-то вроде на СССР 2.0. Так что я вполне не исключаю такие планы, которые вынашиваются в Кремле. Но думаю, что у нас, во-первых, это никто не признает в мире, так же, как и аннексию Крыма. А во-вторых, у нас будет повод для того, чтобы раскачать или попросить наших западных партнеров усилить санкционное давление в результате попыток аннексии нашей территории. Ну а на военную составляющую в плане освобождения наших территорий, я думаю, это вообще влиять не будет. Да, еще есть такое мнение, что один из важных факторов, чтобы этого не произошло, это помешать проведению референдума. Но для этого, я думаю, что у нас достаточно. Да, для этого надо освободить этот город и восстановить там конституционный порядок Украины. Спасибо, Олег. Я желаю вам сил. Вы очень много делаете, вы работаете 24 часа в сутки. И я думаю, что каждый, кто следит за ситуацией в Украине, об этом точно знает. Спасибо вам за вашу готовность. Да, пожалуйста, Олег Владимирович, спасибо. Понятно, доступно и очень четко. Спасибо большое. Это был Олег Жданов, военный эксперт. Субтитры создавал DimaTorzok